Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас пирсер, замечательный нож на самом деле от Steelville, предоставлен он магазином солдатудачесолдат.ру Но вот вы знаете, я могу сказать, что одно небольшое замечание у меня к этому ножу появилось. Действительно такой прикольный протыкатель, конкретный такой нож для подкола. Мне кажется, что именно если мы берем в расчет некую его протыкательную составляющую, некую его, не побоюсь этого слова, самооборонную составляющую, потому что хват явно диагональный, клинок явно спирпойнтовый, он рассчитан на какой-то укол и так далее. Кого колоть, сами думайте, капусту или шины соседу, или еще что-то, это уж каждый сам для себя решает. Так вот, здесь бы, конечно, на самом деле было бы здорово, если бы был шпенечек, с помощью которого бы клин выстреливался, или же, ну, может быть, конечно, средним пальцем тут можно навостриться, или же, если бы он был бы флипером. Вот, пишите свои соображения на эту тему. Итак, как-то так случилось, что я, ну, я не могу сказать, что я прям так захворал, потому что я считаю, что и это неправильное мнение, что если человек ходит, значит, он не болеет. Вот видите, мне нужно именно толстые сегодня кусочки отрезать, но приходится практически вырезать хлебушек, чуть ли там не под 90 градусов ставить. Клинок плюс довольно-таки серьезные царапины он оставляет на доске. То есть, если постоянно им работать, доска за довольно быстрое время станет убитой. Вот, то есть, не будет ни картошки, ни лука, просто обычная офисная нарезка, закусом, как говорится. Поехали. Но помидорки, конечно, все равно будут никуда не деться. Так вот, как мы болеем? Я не знаю, вот как вы, а я подскользнулся, а я разучился нормально болеть. И это плохо. Почему? Потому что на самом деле болеть нужно очень с умом. Это, во-первых, действительно важно для здоровья. Во-вторых, ну, когда человек болеет, если там не брать случаев, когда у него кашель просто раздирает легкие. Кстати, я прошу прощения, если я время от времени буду здесь пить просто водичку, смачивать горло, потому что у меня как раз сейчас было горло больное, потом пропал голос. И теперь у меня просто спустилось это, по ходу, все в трахеи, как мне сказал Дима Бородин. И начался кашель. Поэтому прошу прощения. Огромное спасибо замечательному нашему Димону, Севастопольцу. Я вот тут недавно в болталке выразился на тему того, что ему приходится терпеть пожилых дам, которые, скажем так, пренебрегают личной гигиеной. И мы там так поглумились, посмеялись и прочее, прочее. На самом деле ни хрена смешного нет, потому что из моего опыта общения с Дмитрием я понял, что он такой прям фанатичный айболит. Первый раз, когда у меня была ангина, ангина была гнойная, он взял ситуацию под контроль. И в какой-то момент, когда узнал, что я на самом деле там особо не лечусь, напихал мне по самые помидоры, там прям разругался на меня по-всякому и так далее, и так далее. Но на самом деле я раньше полоскал... Вот, а вот здесь мне нравится. Вот это мне нравится. Очень ровненько, без каких-либо... Конечно, клиночек коротенький, но без каких-либо вот взлохмачиваний. Так вот, если раньше я полоскал солью и содой, то сейчас берите на вооружение. Димон заставляет делать так. Чтобы не принимать антибиотики, нужно пять раз в день полоскать раствором йода 10 капель на 100 грамм воды горла, съедать 1000 миллиграмм витамина С и медленно так рассасывая столовую ложку мёда несколько раз в день тоже. То есть максимум мёда. И вот это вот всё делать. В прошлый раз я запустил, и на самом деле у меня как бы так действительно время пошло на то, чтобы всё это заработало. Сейчас я буквально на первой стадии всё это проделал три дня. Горло отлично себя чувствует, голоса нет, ну пофигу, зато не вали. Вот. И огромное спасибо тебе, Дима, потому что на самом деле за вот этой вот суровой, за таким суровым поведением, что греха таить. Иногда не совсем интеллигентным. На самом деле стоит очень чуткий, отзывчивый человек, который готов буквально третий день подряд, каждый там несколько часов, пишет мне, спрашивает, как самочувствие, что там нового и так далее, и так далее. Хотя по большому счёту совершенно не должен этого делать. Мне приятно. Вот. Ещё один человек, который принимает участие в моём здоровье заочно, это Антон Борисович. Он у нас в некотором смысле доктор, плюс опытный спасатель и пятое-десятое. И у него, конечно, в основном какие-то нестандартные решения, которые тоже очень хорошо работают. В общем, спасибо вам, ребят. На самом деле, вот так я, вот, хотел спросить, кто что делает, когда болеет? Потому что я, к сожалению, к своему сожалению, последние лет, ну, не соврать, последние лет, наверное, 15, когда болею, я просто работаю. Это очень плохо, это скажется, это аукнется и прочее, и прочее, но уже ничего не поделаешь, потому что мы живём в такое действительно собачье время, когда по-другому просто никак. Ну, не получается. То есть, вот, приведу вам пример. Кто не знает, держитесь за стулья. Замечательная страна, которую я просто обожаю, Норвегия. Там в год человеку даётся 24 дня здоровья. Бесплатно. Это не больничные. То есть, если у вас, если у вас, например, эти дни использованы, и вы там болеете, или если у вас какая-то серьёзная болячка, там травмы и прочее, прочее, то тогда вы идёте к доктору и вам выписывают больничные. Значит, больничные в Норвегии стопроцентно оплачиваемые. Помимо этого, 24 дня, разумеется, там есть свои правила, нельзя их использовать. То есть, нельзя их использовать за один раз, грубо говоря, себе сделать второй отпуск в году. И самое главное, на что я обратил внимание, а никто и не собирается. Вот эти дни здоровья, вот как бы у нас это делать? Причём я совершенно чётко, ну честно скажу. У нас бы просто резко все в ноябре, в декабре, неиспользованные дни сливали бы, то есть, не ходили бы на работу и прочее, прочее. Почему? Ну на халяву, даётся, стопроцентно оплачиваем, ничего не посидеть дома. В Норвегии люди так не делают. В Норвегии люди делают, берут дни здоровья, если они захворали. Эти дни стопроцентно оплачиваемые. И не нужно идти к врачу. Нужно просто позвонить работодателю или послать мейл о том, что я захворал, беру день здоровья. Всё. Я захворал, беру там два или три дня здоровья. Всё. Сто процентов оплачиваемые с первого дня. Никаких справок, никаких больничных, ничего не требуется. Просто человек взял, то есть, государство ему доверяет, коммуна ему доверяет, человек этим не злоупотребляет. То есть, никто не лечит похмелье, никто не, ну вот, фигней всякой не страдает. И, конечно, при таких раскладах действительно заболел, надо, надо, как говорится, захворало полечиться. Даёт возможность государству полечиться. Как у нас происходит это дело в Эстонии? В Эстонии никто не болеет. Независимо от социального статуса и прочее, и прочее, в Эстонии болеют, в принципе, только с детьми. Почему? Потому что у нас оплачивается с первого, если ты сидишь с ребёнком, с больным, у нас оплачивается с первого дня, включая субботу и воскресенье, и 80% от средней зарплаты родителей. То есть, если, получается, что если ребёнок, ну, болеет, там, та же самая ветрянка две недели и так далее, в принципе, вот эти субботы и воскресенье, они компенсируют вот эти 20%, то есть потери, в принципе, нет. Потому что, ну, редкий врач выпустит даже там простывшего ребёнка, там, через 4-5 дней понимаете, там, в садик или в школу. Поэтому, так или иначе, более-менее справедливо. Потому что раньше было 100% оплачиваемо детский и больничный, и, конечно, родители, опять же, к сожалению, надо признать, люди запороли сами то, что им давалось. Почему? Потому что оплачивалось 100%, включая выходные и прочее. И родители при первой возможности просто брали детский и больничный, косяками уходили, как говорится, отдыхать. Вот. Что касаемо, если вы взрослый, то лучше не болеть. Почему? Потому что первые три дня болезни взрослого человека в Эстонии не оплачиваются вообще. начиная с четвертого дня идет 60% от средней зарплаты за последние полгода. Две недели. Если вы болеете больше двух недель, то там эта цифра еще падает. Короче говоря, я могу сказать так, что у меня вот я сказал, что столько много лет работаю на больничном, потому что действительно теряешь очень серьезно в деньгах. Там даже вообще без вариантов. все-таки пару раз у меня было один раз была травма. Она была, к сожалению, не на работе, поэтому она 100% не оплачивалась. Если получает у нас работник травму производственную, она оплачивается 100% с первого дня. В большинстве, скажем так, частных и государственных организаций. Вот. там я просто играл в футбол, порвался связки. И что еще? Да. И пару раз меня просто косила такая конкретная простуда, там, скорее всего, это был вирус. Когда, грубо говоря, там 39,8, 39,9 температура, по-любому, уже там, ну, не до плясок с бубнами. Просто приходилось брать больничный, это полный пипец. Посидел там, я не знаю, недельку на больничном, и у тебя просто-напросто ползарплаты улетает. Фух! А как бы, ну, если ты не до херах, ты, в принципе, рассчитываешь-то на всю свою зарплату. Особо так, там, сбережениями хвастать-то нечем. Я говорю, как есть, поэтому, поэтому. Вот. И как-то, в общем, у нас стараются и это очень плохо. Почему? Потому что у нас люди, пользуясь любой возможностью, где бы они ни работали, в конторах, в больших коллективах, в маленьких коллективах, в магазине, сука, на кассах сидят сопливые. И все, никто, никто не наезжает на сопливую кассиршу, которая в магазине сидит, наматывает сопли на кулак и бухает там, кашляет себе в салфетку. Почему? Потому что все знают, как система работает. Потому что все люди, все, при мне ни разу никто не наезжал на больных людей, которые на работе там возят, торгуют, что угодно делают, там, учат детей, еще что-то. Почему? Потому что, к сожалению, все понимают, в какой мы ситуации живем, в какой мы системе живем. И все понимают, что эта тетка, которая сейчас возьмет больничный на своей работе на своей работе в Асирше, она просто останется с голой жопой к концу месяца. И некуда деваться, и все понимают, стараются там как-то себя предохранять. К сожалению, мы не азиаты. В Эстонии вообще не принято носить повязки. Очень-очень редко увидишь. Даже во времена каких-то вспышек вирусов. Шикарно он порубил у меня колбаску, которая была такая твердая в коверье. Теперь у нас какая-то ох, дива дивная. Вот это я понимаю запах. Сейчас у меня единственное, я не знаю, здесь есть кожица или нет. Да, пожалуй, лучше снять. Хотя по виду она съедобная, но лучше снять. лучше не рисковать. Вот. И поэтому действительно по-настоящему ностальгируешь по тем временам, когда вот в школе. Там вот. Ну, что такое поболеть? Конечно, это неприятно. Это насморк, это затрудненное дыхание, невозможно там спать нормально и прочее, прочее. С другой стороны, заварил себе чайку, открыл Петра Первого на любой странице и с любой страницы этого Петра Первого читаешь. Дочитал Петра Первого, открыл Тихий Дон и с любой страницы, открыл поднятую целеную, с любой страницы просто читаешь и читаешь и читаешь и читаешь. Это так замечательно было. То есть, ну, можно было телек, конечно, посмотреть, там еще что-то. То есть, конечно, какие-то там... В детстве я болел пипец, сколько часто, постоянно болел. И, в принципе, младшему научному сотруднику это тоже передалось довольно... последние... Кстати, вот, родителям опять на заметку, продолжая родительскую тему. Ребята, если у вас маленький ребенок в семье, обязательно покупайте ингалятор. обязательно. Он охренеть как помогает. Как только мы купили ингалятор, причем мы... Первый год, когда пошел младший в сад, я так думал, да что это? Это все какая-то фигня, блин. Какая-то просто реклама там и так далее. Нифига там это не дает. И целый год мы там проходили на больничных, просидели и прочее, прочее. Как только купили ингалятор, у нас количество больничных, на которые мы уходили, ну, блин, сократилось больше, чем наполовину. Реально больше. Мне стыдно перед всем ребенком, потому что я понимаю, что я ему мог 2018 год подарить просто гораздо более здоровый. Ох, как это вкусно пахнет. В общем, колитесь, кто чем занимается, кто чем болеет и кто чем занимается, когда болеет. Потому что на самом деле может быть какой-то полезный опыт. Телек ведь долго особо не посмотришь. Башка начинает болеть, правильно? Книги спасают. Ну, и вообще какая-то такая вот движуха. Самое главное, что нужно во время болезни делать, это себя жалеть. Мы все время смеемся на эту тему в нашей семье. Почему? Потому что вот это вот стихотворение про стеклянеющий взгляд и прерывистый шепот и как родня вся собралась у постели, а у отца там 37,2. И я, конечно, не совсем такой, но Юля говорит, что я такой. Она говорит, что в принципе женщина от мужчины этим отличается, что мужчина, если он позволяет себе поболеть, он прям страдает и получает от этого кайф, что все. Но это на самом деле не совсем правда, потому что, повторюсь, приходится работать и никуда не денешься. Такие вот условия. Зато занимается у нас больничными и анализами, операциями и прочим. Такая замечательная организация, как Эстихайгекасса. Это эстонская больничная касса. очень-очень богатая организация. Зарплаты руководителей больничной кассы, они сопоставимы по размеру с зарплатами руководителей Эстиэнергии, но в переводе эстонской энергии. Хотя мы, по большому счету, уже давно своей энергией не производим. Все, что мы делаем, вся энергия, которая делается в Эстонии, она уже нам не принадлежит. В этом вся петрушка. То есть запродали по каким-то, я не знаю, схемам балтийской электростанции, которые нормально давали энергии, причем одна из них была, окей, хорошо там топливная, вторая-то зеленая насквозь. Ну, не важно. Так вот, у людей действительно, как сказать, это заметно. Попросишь какое-нибудь направление к специалисту, в Эстонии все очень просто. Если вы хотите к специалисту, не к семейному врачу, а к специалисту, даже начну с другого. У нас семейные врачи лечат и детей, и взрослых. Нет детских поликлиник. И это ужасно, если честно. Потому что я очень хорошо помню в детстве, детская поликлиника, там только дети до какого-то там возраста и пятое-десятое. Сейчас приводишь ребенка, тут же какие-то пердящие деды сидят, бабки какие-то действительно там уже с прошлого века немытые и прочее, прочее. И все вот это вот витает, все это на тебя налипает. Значит, следующий минус огромный эстонской системы здравоохранения, вот в Таллине конкретно в чем-то. Когда ты попадаешь в как это называется ну с травмой типа неприемный покой, я не знаю даже как это называется, то есть в травмопункт типа в травмопункте тебя осматривают и посылают к врачу. Так вот, я с куском отрубленным пальца просидел в очереди всего каких-то сраных три часа. На самом деле там совершенно официально табличка на стене написана проявите терпение. Очередь может затянуться до шести часов в детскую городскую больницу, в центральную больницу. Она у нас все-таки есть не поликлиника, а больница детская есть. Приезжаешь там, если, например, у ребенка травма или нужно срочно посмотреть ночью там, ну какие-то серьезные если проблемы, то запросто можно зависнуть на два, на три часа. Все почему? Ну, такое распределение бюджета, такое распределение средств. При этом, ну сейчас, может быть, они немножко себя поскромнее ведут, хотя, повторюсь, высшее руководство кассы, больничной кассы эстонской, они входят в десятку самых высокооплачиваемых чиновников в Эстонии, они получают гораздо больше, чем депутаты, например. Там депутаты вообще рядом не стояли по зарплате. Ну, оборудование у нас в больнице хорошее, грех жаловаться. Хотя, повторюсь, иногда пытаются развести, типа, давайте скиньтесь смс-ками на аппаратуру для роддома, и вот тут меня начинают колбасить по-настоящему, потому что, ну, я уже говорил почему. Есть видео под названием благотворительность, я там все четко распредалил эту тему. То есть, техника современная. Специалисты, ну, как сказать, специалисты хорошие в Эстонии есть. К нам из-за границы приезжают лечиться. Задорого, ну, а что делать? Вот, но очень много специалистов удрало в Финляндию. Даже не просто очень много, а капец как много. В Финляндию, в Швецию, в Норвегию, в другие какие-то страны. То есть, просто Тартусский университет выпускает каждый год бесплатно, учатся люди в университете на лекарей и тут же разъезжаются по Европе. Честно сказать, не понимаю эту систему. Ты пять лет, сколько там, семь лет учишься бесплатно. Будь добр, семь лет после этого в этом государстве отработать. Но государство тогда должно трудоустроить. Уже это получается плановая экономика. Правильно? Не выходит. Поэтому вот, как мудаки, за свои деньги учим специалистов для других стран. Ну, что делать? Вот такая вот. На самом деле, я собирался именно в позитивном ключе сегодня поговорить на тему того, а как мы книжки читаем, там, в шарфе, закутанный, там, шмыгаешь, там, в халате, в теплом. А начинаешь рассуждать, полная жопа, реально. Почему? Потому что семейный врач, приходишь на прием к семейному врачу или звонишь, говоришь, у меня вот такая-то проблема, я хочу к доктору-специалисту. Без проблем, давай. Если конец года и денег уже от больничной кассы мало осталось, будет всеми способами, не способами стараться меньше делать анализов, меньше делать направлений. Если начало года, бабло еще есть, пожалуйста, без проблем. Открываешь, заходишь на сайт, общее у нас медицинское инфопространство, скажем так. В среднем люди приема у специалистов ждут месяца два. Повезет месяц, не повезет три. Все зависит от специалиста, на самом деле. То есть, сразу попасть запросто можно, легко. Вообще. За деньги. рабочий день любого специалиста, любого, он состоит из количества часов, когда к нему приходят по направлению от семейного врача бесплатно люди. И их примерно, я не знаю, процентуально, может быть, половина. Потому что больничная касса согласна оплачивать вот такое количество часов, и люди бесплатно приходят. Они ждут по два месяца, но бесплатно. Все остальное время специалисту можно попасть за денежку. А вся херня ситуации заключается в том, что вы приходите, если бесплатно, то все остальные анализы и процедуры для вас бесплатно. Это все оплачивается больничной кассой. Если вы приходите за бабки, все, с первого анализа крови и до последней процедуры у вас все идет за бабос. То есть, хочешь лечиться быстро, сразу, выкладывай деньги. Хочешь бесплатно, потому что ты налоги за это платишь, жди там месяц, два, три. Честно сказать, полная жопа. Стоматология ясно-понятно, вся платная. Там сколько-то выделяется, грубо говоря, в год выделяется на человека ровно столько, чтобы прийти и рвануть зуб без наркоза. Ну, можете это утрирую, может быть, вам укольчик сделают, но там никто этим даже не пользуется, никто даже не заморачиваться, потому что на стоматологию люди сразу же идут платно, все понятно, клиники и так далее. То есть, я часто хвалю Эстонию, я часто защищаю государство, в котором я живу, и я вообще не понимаю, что у нас творится со здравоохранением. Люди реально ходят на работу больные, заражают других при этом, люди реально стараются лечиться бабушкиными методами, и когда уже совсем прихватывают, они действительно стоят в очередях, звонят, номерочки какие-то пытаются, кто-то отказывается, сразу же предлагают, и так далее. Вот эта система хорошо работает. На самом деле, в этой дурацкой системе работают очень хорошие люди, которые по-настоящему патриоты своей профессии, они реально помогают. То есть, ты записался, у тебя прием к специалисту через три месяца, хоп, звонок, здравствуйте, здесь отказались, завтра придете, спасибо вам большое, готов руки целовать, и прибежал. То есть, и с детьми также в точности ждешь, то есть, ну, может быть там поменьше, не три месяца, но месяц, если там ухо-горло-нос, например. Пожалуйста. Что-то экстренное, болезненное поможет вылечить семейный врач, который у нас, он многопрофильник, просто вот он должен, семейный врач он по сути все простые болячки, которые не требуют специального вмешательства, от рождения и до смерти лечит людям по всем, по всем фронтам, по всем направлениям. То есть, ну, жопа. Реально жопа. Вот это плохо. Потому что, несмотря на то, что специалисты есть хорошие, сама система таким образом выдуривает деньги из людей, а налоги идут очень серьезные, буквально с каждой зарплаты, что действительно приходится ждать, приходится сидеть в очередях, приходится всей этой фигней заниматься. Да, все компьютеризировано. Это удобно, это круто. Ты идешь на рентген, не успеваешь подняться обратно к своему врачу, он уже смотрит на твой рентген. Это все действительно очень здорово, очень замечательно. Но, бля, вот эти вот зарплаты, я не помню, я честно сказать, там, ну, десятки тысяч евро в месяц получают. Это вот, можете загуглить, зарплата руководства эстонской эстихайги кассы, эстонской больничной кассы. Просто жопа. А в Нарвегии 24 дня в год тебе дают оплачиваемых вообще без врача. Заболела? Полечися. Все. Посиди, отдохни и кистресс. И там на самом деле, кстати говоря, люди стресс, усталость воспринимают как болезнь. Очень серьезно к этому относятся. То есть, ты стрессанул? Все. Пойду полечусь. Вот поэтому они 85 лет гоняют по всей Европе еще. Ну, ездят там на Канары, на Теннерефы. Потому что, ну, организм совершенно не напрягается при таких условиях. А тут, ну, я, конечно, сам дурак. Бородин пишет, что делаешь? Ну, ты там принял эти самые туда-сюда, пятое-десятое. А у меня уже пошла ангина в такой серьезной. Ну, я говорю, на тренировку только что сходил. Говорит, ты что, долбанулся? Я говорю, так, Димон, у меня, если время, ну, как бы, если время выстреливать, надо идти в любом состоянии. Почему? Потому что, ну, потом просто не будет этой возможности. Это я, этого я не говорил. Мне самому стыдно, что я это делал, но я это делал, к сожалению. Так, не хватает для того, чтобы получать кухонные оргазмы пирсеру, конечно, длины клиночка. То есть, он нормально режет. На помидорки пару раз задумался, но, в общем и целом, в общем и целом, все нормально получилось. Прошу извинения за свой кашель. Вот, разные виды колбасок, сырек, и все порезал грамотно. Пару раз скользанул на помидорке. Но вот именно то, что он такой вот треугольный, короткий, приходится иногда, ну, если, если какую-то крупную вещь, то есть, если бы я резал, например, вот курицу им разобрать, вообще в легкую. А резать, например, стейки, там, действительно, пилить приходилось бы, вот именно вот таким вот образом. В общем и целом, удобный, легкий и очень, для кухни, очень ухватистый нож. То есть, вот это вот, вот эти вот, какие-то, вот что таким, что таким хватом. Все замечательно. Спасибо за просмотр. Ну, рассказывайте, кто как болеет и как это все у вас происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!